продолжаю искать различные пути чтобы использовать лук в том виде в котором он был бы для нас приемлем сегодня я попробую сделать пюре из карамелизованного лука вот у меня три средних луковицы вместе около 400 грамм я сейчас их почищу и порежу как можно тоньше полукольцами лук нарезан и я сейчас разогреваю довольно широкую сковородку добавила немного растительного масла поскольку карамелизовать лук мы будем и не очень высокой температуре в принципе масло любое но желательно которое не имеет собственного запаха у меня будет авокадо так ну вот стук уже жарится и сейчас я положу сюда кусочек масла и немножко увеличу огонь но уже не буду отходить буду добиваться чтобы лук зажарился до золотистой корочки но не сгорел у меня получилась такая вот поджаристая красота но сейчас я попробую один рецепт я половину оставлю так как есть а из второй половины попробую сделать соус луковый соус на сметане вот у меня два варианта подачи лука один поджаристой до золотистой корочки а для тех кто совсем совсем не любит лук ну например я вот вариант лукового соуса где-то пол чашки вот такого же лука я добавила две столовые ложки молока и одну третью часть чашки сметаны и перемолола это в миксере ну можно использовать процессор чуть-чуть подсолила поперчила попробовала очень вкусно если лук жарить до более коричневого цвета то соус можно довести до более коричневой консистенции я это делала в прошлый раз и сейчас вам покажу короткое видео тоже было очень вкусно а подавать мы сегодня будем жареной печенкой на самом деле не пять минут получилось а две и вот мой конечный продукт я уже убрал его с огня сейчас перевожу в блендер ну вот из луковицы примерно грамм 200 получилось где-то одна третья часть чашки пасты пюре то есть это если это делать как соус для гостей то на одну порцию нужно одна большая луковица сегодня решила приготовить печенку вот у меня здесь около 400 грамм телячьей печенки купила замороженную разморозила и уже положила на несколько часов молоко просто залила молоком сейчас перед тем как жарить этот пример на кусочки они тут даже стали такие мягкие в но изначально были где-то около сантиметра шириной и теперь мне их надо тщательно обсушить я использую бумажное полотенце у меня получилось сразу два потом я еще два делаю на таком довольно сильном огне хотя комфортка не самая сильная мука на такой довольно высокой температуре сижка прибирает на то что он не прибирает а прилипает ко дну поэтому для второй порции я помою стовородку и не была немного слежего масла мука кстати про сижу и я впервые делаю таким большим кустом обычно я срезу на мелкие кусочки, но тогда очень трудно следить за временем, и всегда получается слегка переваренная. А тут удобно, как сницель, тоненькие переворачиваешь буквально, в зависимости от того, насколько сильная у вас консорта. Я просто не хочу много масла наливать, поэтому чуть поменьше огонь. Вот два варианта подачи печенки. Одна с луково-сметанным соусом, а другая с луком, поджаренным до золотистой корочки. Петрушка здесь исключительно для видео, для презентации, для вкуса она не нужна, а впрочем, кто как любит. Приятного аппетита! Давай пробуй! Вкусно! Теперь... Как тебе больше нравится? Оба очень вкусные! Я посмотрю! Убираем! Вот это все. Я хочу... Поехать! Продолжение следует...